Всем привет! В эфире программа Connect. В ближайшие 15 минут мы расскажем вам обо всем, что появилось в мире интернет за минувший месяц. Вас ждут самые последние новости, электронные новинки и игры. В этом выпуске мы отметим 30-летний юбилей одного из самых популярных компьютеров в 20-х годах прошлого века ZX Spectrum, продолжим выбирать планшетный компьютер и расскажем, во что поиграть в этом месяце. Присоединяйтесь! Землю покажут из космоса в прямом эфире и в HD-качестве. Одна из компаний договорилась с Российским федеральным космическим агентством о размещении на борту МКС видеокамер, которые будут постоянно снимать нашу планету из безвоздушного пространства. Отснятый материал будет пересылаться на наземные станции и транслироваться в интернете. Качество потокового вещания будет настолько высоким, что позволит рассмотреть объекты размером до 1 метра в ширину. Недавно компания продемонстрировала видео, снятое с вертолетов, как пример того, какую по качеству картинку можно будет получить с помощью камер с высоким разрешением прямо из космоса. Авторы проекта сообщают, что HD-камеры для потокового вещания из безвоздушного пространства будут готовы к началу лета, а заработают на полную мощность уже в первых месяцах следующего года. Самое интересное в этой затее, что каждый сможет довести свой адрес и узнать, когда космическая станция пройдет прямо над ним, или посмотреть прошлое изображение этого района. Специалисты компании Microsoft продолжают раскрывать подробности своей новой операционной системы. Windows 8 выйдет в четырех версиях для домашнего использования, для бизнеса, для сенсорных устройств и крупных предприятий. Все редакции Windows 8 получат браузер Internet Explorer 10, почтовый клиент, календарь приложений для воспроизведения аудио и видеоматериалов, а также утилиту для просмотра изображений. Особенностями новой системы станут наличие двух интерфейсов – традиционным с проводником и рабочим столом и метров с так называемыми «живыми плитками». Финальная версия новой платформы увидит свет во второй половине года. Точные даты релиза Microsoft пока не называет. В картах Google появилась новая функция – 3D-фототуры. Теперь пользователи смогут совершить виртуальную прогулку по популярным достопримечательностям планеты. Для создания таких галерей компания использует фотографии пользователей. Специальное программное обеспечение выбирает лучшие изображения, анализирует, с какого угла они были сделаны и соединяет панорамы. 3D-фототур можно провести более чем по 15 тысячам известных мест, среди которых различные национальные парки, Колизей и Сиднейский оперный театр. В ближайшее время список доступных для осмотра достопримечательностей будет пополняться. Так как разработанная система полагается на фотографии, которые выкладывают в интернет обычные пользователи, с ходом времени и появлением в сети большего количества изображений 3D-сцены будут становиться все более точными. Специалисты лаборатории Касперского проверили, какие данные пользователи электронных устройств считают наиболее ценными. Выяснилось, что самыми важными являются личные фото и видео. Среди опрошенных 42% назвали этот вид контента самым ценным. Затем следуют пароли. 36% респондентов отнесли их в категорию важных. На третье место около 32% пользователей поместили книгу контактов. Далее в порядке убывания идут личные документы, банковские данные, личная переписка, программы, рабочие документы и развлекательный контент. В интернете найдется многое, только нужно это хорошо поискать. В рубрике «Интересны все эти» мы будем знакомить вас с различными сервисами, службами интернет-пространства с различными возможностями, которые многим уже знакомы, но многие услышат о них впервые. Итак, что посмотрите, чем заняться в интернете в этом месяце. Ежедневно вокруг нас происходит множество самых разных событий. Авторы сайта «Мир фактов» стараются собрать и отобрать среди них только наиболее интересные. На этой страничке вы сможете узнать о самых необычных фактах обо всем на свете. Например, как будет звучать голос человека на Венере? О чем думают собаки? Каким будет мир в конце 21 века? Ответы на эти и сотни других вопросов есть на этом сайте. Все новости рассортированы по категориям. Изобретения, интернет, города и страны, природа, человек. Итак, хотите узнать о самых необычных фактах? Тогда вспоминайте адрес странички. Качество нашей жизни в значительной степени определяется состоянием умственного и физического здоровья. О том, насколько важны для их сохранения правильное питание и активность, знают все. Значение же процесса сна во многом остается недооцененным. Здоровый сон – это просто, заявляют создатели сайта supersleep.ru. На этой страничке собраны десятки статей о правилах хорошего сна. Сколько и как нужно спать? Как сон влияет на детей? Как лечить расстройства сна? Ответы на эти вопросы вы сможете найти на сайте supersleep.ru. На просторах интернета, помимо различных сайтов и сервисов, с огромным количеством информации попадаются так называемые сайты-минутки. Чаще всего любительские, но поистине оригинальные и необычные. Настоящие произведения искусства. О самых интересных из них мы расскажем далее. Как это понятно из названия, D-Risen Stress Test позволит рассчитать количество дней необходимых для отпуска на основе уровня вашего стресса. Протестировать себя можно через микрофон или просто понабирать предлагаемые слова на клавиатуре, а уже потом специальный анализатор выдаст результат. Отдельного внимания заслуживает стиль, в котором создана страничка. Все на нем состоит из вырезанных кусочков картона, островки, пальмы, солнца и даже море. Еще один сайт, о котором мы вам сегодня расскажем, носит название самого маленького во всем интернете. Его размер всего 20 на 15 пикселей. Несмотря на это, есть две версии сайта на Flash и на HTML, 17 игр и даже галерея изображений. Однако получить удовольствие от просмотра вряд ли удастся из-за малого размера странички. Но как раз в этом ее оригинальность и красота. В этом месяце исполнилось 30 лет со дня выпуска одного из самых популярных компьютеров 80-х годов прошлого века – ZX Spectrum. Конечно, его начинка была простой и по сегодняшним временам примитивной, а в качестве монитора использовался обычный телевизор. Но в те времена и это казалось чудом. Всего за полтора года продажи было реализовано более 1 миллиона компьютеров. Немалая часть из них была куплена на территории СССР. Стоимость ZX Spectrum была более чем низкой, что и способствовало полученному спросу. Еще одной деталью, повлиявшей на скорость его распространения, стала возможность использовать в качестве носителей информации обычные аудиокассеты, которые были доступны пользователям. За последние 30 лет количество программ для ZX Spectrum перевалило за сотню тысяч, и внушительную часть этой суммы составляют игры. Дальнейшая судьба компьютеров этой серии не сложилась. Они были вытеснены более мощными моделями, но в памяти миллионов пользователей они останутся навсегда. Продолжаем рассказывать о том, как выбрать себе планшетный компьютер – один из самых модных гаджетов современности. В этом выпуске мы рассмотрим различные дополнительные модули, которые могут серьезно расширить функциональность устройства. Итак, какие дополнительные возможности могут быть у современных планшетов? Один из самых востребованных и полезных – GPS-модуль определения координат. Он даст возможность владельцу определить свое местоположение и скорость, позволит использовать планшет как автонавигатор. Еще одним важным для многих пользователей является наличие встроенного модуля Bluetooth. С помощью этого интерфейса можно подключать к гаджету различные беспроводные устройства. GSM-модуль даст возможность звонить и писать смс, то есть использовать устройство как большой телефон. Сейчас эта функция в планшетах большая редкость. Кроме всего прочего, внимание необходимо обратить на различные входы и выходы. Наличие USB-входа позволяет подключать к планшету флешки, мыши, клавиатуры, принтеры, телефоны и внешние жесткие диски. Гнездо HDMI используется для вывода изображения с планшета на экран, например, телевизора высокой четкости, чтобы смотреть в потрясающем качестве HD-фильмы. Итак, перед тем, как приобрести это недешевое устройство, необходимо прежде всего определиться с диагональю экрана. Чем она больше, тем удобнее будет работать с планшетом, но в то же время компьютер будет тяжелее и потеряет свою мобильность. Если на планшете планируется играть в 3D-игры и смотреть видео высокого разрешения, стоит присмотреться к моделям с большей мощностью процессора. Для серфинга по интернету подойдут гаджеты с частотой поменьше, соответственно, они будут и дешевле. Швейцарские ученые создали робота для обездвиженных пациентов. Он управляется силой мысли и позволяет людям с ограниченными возможностями видеть то, что происходит далеко за пределами их палаты или комнаты. В ходе испытания парализованный мужчина в специальной шапке, фиксирующий сигналы мозга, управлял роботом, находящимся в 100 километрах от него. Изобретение пока не лишено недостатков, сообщают разработчики. Например, для работы с роботом необходима полная концентрация. В противном случае сигнал может взбиться. Создать систему управления роботом силой мысли для домашнего пользования швейцарство обещает уже через несколько лет. Продолжаем информировать вас о самых интересных игровых проектах месяца. Центральным событием игры индустрии в мае стал выход долгожданного шутера третьего лица Max Payne 3. После событий предыдущей части прошло 8 лет. Главный герой игры уже не полицейский, а безработный ведущий образ жизни изгоя. На воле случая, перебравшись в Бразилию, он поступает на службу в частное охранное агентство и получает задание защищать семью успешного торговца недвижимостью. Неповторимые боевые сцены, знакомые по первым играм серии, станут еще более реалистичными за счет передовых технологий, специально разработанной физической системой и фирменного замедления времени. Никакой заранее просчитанной анимации. Max передвигается, уклоняется от пуль и преодолевает препятствие в полном соответствии с окружающей обстановкой ситуации. Одной из особенностей Max Payne 3 является система укрытий, привносящая в перестрелки стратегический элемент и позволяющая игрокам во всякой новой схватке действовать согласно ситуации. Уже через несколько недель после поступления игры на полки магазинов, ее продажи побили рекорды. Max Payne 3 получил высокие оценки игроков, так и критиков. А на сегодня это все, до встречи!